Доброе утро, дорогие телезрители! Меня зовут Миличенко Андрей. Сегодня я вас познакомлю с амортизационной резиной. Сразу пару слов о том, для чего она предназначена. Амортизационная резина способствует мягкому приведению ваших мышц, связок и фасций в тонус. Также она очень хорошо подходит для начинающих спортсменов, а также для тех, у кого были какие-то травмы. Сегодня я вам расскажу о том, как привести ваш плечевой пояс в тонус при помощи амортизационной резины. Первое упражнение. Опускаем резиночку на пол, становимся на нее ногами, стопы параллельно, спинку выровняли, лопаточки максимально свели, прямой хват, ручки прямые, в локтевых суставах не сгибаем. Делаем вдох, в момент выдоха производим подъем резины перед собой на прямых руках. Резину поднимаем, чтобы кулак оказался на уровне глаз. Для начинающих делаем 15 повторений и 3 подхода. Второе упражнение. Жим резины стоя. Исходное положение точно такое же, как и при первом упражнении. Ноги на ширине плеч, прямой хват, между ладонями 20 сантиметров, забрасываем резиночку на плечи, локтики максимально прижаты, смотрят вперед. Делаем вдох, в момент выдоха производим жим резины вверх до максимального распрямления рук. На вдохе опускаем, на выдохе выжимаем. Делаем также 10-15 повторений, 3 подхода. И третье упражнение. Становимся одной ножкой на резиночку, ноги на ширине плеч. Берем резину в противоположную руку, свободную ручку ставим на пояс, спинку ровненько, лопаточки максимально свели. Делаем вдох и в момент выдоха производим отведение руки в сторону. Руку отводим до прямой линии, чтобы кулак оказался на одной линии с плечом. На вдохе опускаем, на выдохе поднимаем. Также делаем 10-15 повторений и 3 подхода. В следующей серии я расскажу вам, как при помощи амортизационной резины укрепить мышцы спины. Спасибо за внимание, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok